Всем привет! Думаю сейчас ехать на мойку, а издалека смотрю, машина по вчерашнему дожде вроде бы вся смылась и довольно-таки неплохо выглядит. То есть я думаю сейчас протру ручки и в принципе можно ехать работать, потому что она довольно вся чистая. Даже ручки протирать, видите, не особо надо, только по низу. Сейчас так и поступлю, наверное. Ох, конечно, что нет гаража, какой-нибудь гаражик бы, но тут денег-то нет. Вот такие стойки я ставил, даже не знаю, как они называются. Гарантии качества, ну короче, кому надо, разберёт, если вдруг надо. Пока вроде ездит, но я что-то проехал. Ребята, всем привет! Вы на канале, чтобы выжить. Время 10 утра, хотел встать раньше, но, к сожалению, так и не раскачался. Машина чистая, как вы видите, то есть вчера её хорошенько промыло под этим снегом или дождём, не знаю, что было. Единственное, вчера, конечно, вечером очень сложно было. Село четыре, ну мужик, три парня, что ли, в общем, четыре человека. Да и я, мы тут надышали так, что на стёколах был ужасный конденсат, надо посмотреть. Мужик говорит, посмотрю, у тебя салонный фильтр, скорее всего, забит, поэтому не продувает стёкла. Вчера уже монтировал ролик, и не хватило сил, и забыл что-то посмотреть, где он, есть ли он здесь вообще. Кто знает, напишите в комментариях. Део Джентро салонный фильтр, там же под бардачком, или вообще его нету. Я не помню, сколько у меня было на балансе, но сегодня пришла доплата. Пришла доплата. Давайте вместе разбираться. 1013 рублей доплата, то есть, остаток 1788 у меня было, что ли, вообще, я не понимаю. 1013 и взяли 182 комиссию. Проверим, есть ли я на линии, так как где у меня клиентское приложение, почему-то я не нахожу. Ага, нет, не знаю где. Блин, очень много приложений, надо их по папкам распределить. Сети мобил, открыть. Открываем клиентское приложение. Разрешаем. 242 рубля. По идее, надо от него отказаться. Па-па-па, па-па-па. Потому что смысл, постановка Телбухина. Смысл в том, что делать короткие заказы. Давайте к заказу. Отменить. Отменить заказ. Отменяем заказ. Значит, активность у меня 88 баллов. Включаю опять режим назначать. Если сейчас опять этот заказ выходит, ну, наверное, возьму. Тогда получается, что зря я потерял 12 баллов. Вот здесь я не понимаю. Видите, почему-то не цены нету. Просто идет как в Яндексе заказ. За него ничего не вычитается. Как бы брать его, он как будто бы не в режиме назначать. Видите, то есть 12 баллов как с меня снялось, и все. Я вот в этом еще не разобрался. Хотя до бонуса у меня на 26 поездок, скорее всего, можно было поездить. Потому что что толку стоять, но с другой стороны по умному работать. Оп-па, опять, видите. Давайте съездим, кер с ним. Потому что, во-первых, мне надо добить бонус 1000. Во-вторых, может быть, там будет больше заказов. Нижегородский район. Примерно 30 минут к заказу. Навигатор. Поехали. Где-то прямо здесь близко подача. Я так понимаю. В общем, какие-то проблемы с Яндекс.Навигатором. Блин. Давайте навигатор удаляем. Удаляем. И быстренько надо скачать. Заработал навигатор. Может, разрешений не было каких-то. В общем, не знаю. Девушка позвонила, говорит, вы едете. Блин, конечно, далеко ехать. На покровку за 200 рублей. В общем, сам понимаю, что, наверное, заказ невыгодный был. Очень невыгодный. Для клиента 196, для меня 245. Принять оплату. Оплата картой. Но, говорю, у меня все равно такая мысль, что в жизни делается все не просто так. Заказ от меня. Второй раз такой же. Одно вытекает из другого. То есть, коль я приехал сюда, значит, зачем-то мне надо было приехать. 1807 баланс. Это со вчерашним. Давайте проверим, видит ли меня. Что, не видит опять, что ли? Остановился. Хотел сказать, заказов нет. Пришел на Максима Горького. Правда, 150 рублей. Не минималка, да? Ну, ладно, что, стоять-то, поедем кататься. Так, 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 так. Чего, Алиса? Завершаем второй заказ. 151 рубль. Принять оплату. Так, надеюсь, в карте была оплата-то. Все, пока забываю смотреть. Ну, что посмотрим. Так, почему не пос... Что-то в конце заказ отменен. Постоянно стал приходить. Заказы. Да, карточка был. Второй заказ. Пришел заказ. Блин, я только накурил, проветриваю. Так, 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 так. Здесь на Сахарово где-то недалеко. 134 метра. Поехали. Ехать на Корейскую. Так, посмотрим. За наличку 76 рублей. Так, завершаем. 76. Оставили 100. Принять оплату. Тут односторонняя оплата прошла успешно. Так, 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 так. Где-то встать тут, что ли? Так, смотрим. До бонуса еще 24 поездки. Значит, гарантированный доход. Это у меня третья поездка, по-моему. Все, три поездки 570 рублей. Так, а у меня? А у меня три поездки. 472, то есть 100 рублей, как всегда, как и вчера целый день было. Встал здесь недалеко от переулка Корейского. Здесь орбита, там бизнес-центр сделали. Может, оттуда какие-то заказы придут. На всякий случай еще раз сток подведу. Баланс 1917 на этот, со вчерашним днем. До бонуса еще 24 поездки. Едут еще, кстати, есть что-то такое. Так, гарантирую. Персональная цель, смотрим. Персональная цель у меня только одна. Ребят, не могу я долго стоять. Заявок нет, поеду в сторону полицейской академии, что ли, в сторону цветов опять кузнечить. Я не знаю. Заказов ноль. Переместился немножко в другую геолокацию. Пожалуйста, тебе 65 рублей. Так, школа номер 135. Корейская, 22 к заказу. Так, школа номер 135. Навигатор. Низ тут развернуться, наверное, придет сейчас, потому что односторонний. Заказ отменен. Вот тебе и обрадовался. Так, хотел позвонить по делам. Пришла заявка. 75 рублей. Тоже, вроде, должна быть не очень долгая подача. Полтора километра. Все из-за того, что я стою на одностороннем, наверное. Сделал коротыш. 75 рублей. Принять оплату. Успешно. Так. Так, так, так. Что у нас тут? Я уже запутался, по-моему, четвертая поездка. Гарантированный доход. За четыре поездки 760 рублей. Так. А я заработал за эти четыре поездки. Заказы 547. Так, 116 рублей к заказу. Очень странно сегодня дает. Отменили, что ли? Я что-то не пойму. Клиент просит подъехать ближе. Так. Ничего вроде не отменили. Тупикетово 40, подъезд 2. Навигатор. Поехали. Поехали. На лево. Так. По карточке 93 рубля. Мы что-то долго ехали. А, 93, наверное, для нее. 116 для меня. Принять оплату. Сейчас тоже отмена сработает. Интересно. По карте, как всегда, или нет. Оплата прошла успешно. Оцените клиента. Так. Ребят, что мы имеем? 663 рубля. Это грязью. И смотрим гарантированный доход. Это была пятая поездка. 960. То есть, что там 300 рублей. Он мне грязью должен. Минус комиссия. Позвонил на счет лицензии. В общем, подорожал оформление. Типа госпошная. Я вообще не знаю, так или не так. 2000 стоит. Надо в течение дня перечислить. Где-то найти. Ребята, одни расходы. Блин. Я не успеваю зарабатывать столько денег. 2000 изготовления. Вот моя машина. И вот здесь надо отсюда валить. Потому что машин очень много. Кстати, заметил. Баланс 2.0.28. Перег... Короче, планку 2000 перепрыгнул. Но это со вчерашним днем, учитывая. Подъехал немножко ближе здесь на Родионова. Давайте посмотрим, сколько здесь машин. Блин, здесь тоже скопление. Раз, два, три, четыре. Был на перекрестке. Пришел заказ и чисто интуитивно свернул на деловую сразу. Думаю, если что, там развернусь. И угадал. Так, завершаем заказ. Девушку вез, эвакуатор забрал у нее машину. Для клиента 76, для водителя 89. Принять оплату. На эвакуатор поехал. Оплата прошла успешно. Успешно. Для меня это еще одна гарантированная поездка. Причем каратыш. Я переживал, что у него вообще не будет. Шесть заказов я выполнил. Это мне гарантия 1150. Смотрим. 1150. 752. Разница. Сколько будет стоить? 250 и 150. 400 рублей разница. Радиус 30 километров. Вот Нижегородский, кстати. Вот почему он не приходит. 61 рубль, минималочка. Но если я ее возьму, она не будет в режиме назначать. Я ее взял сам. То есть брать я ее тоже не могу. Но она сейчас исчезнет, наверное. Опа, вот она, ребята. Отлично. Отлично. Она по каким-то причинам все же попала. Ко мне еще одна минималочка к заказу. К заказу. Навигатор. Так, 150 метров. Дорога сплошной кочки. Новые стойки. Вроде пока отрабатывают. Сделали минималочку. Завершаем. Блин, не дали постоять, записать. 52. Принять оплату. 61 для меня. Оплата прошла успешно. Еще одна минималка в кармане. Сейчас где-нибудь остановлюсь. Что-нибудь вам покажу. 20 поездок за бонус у меня. И гарантированный доход. Где он? Включайся за работой. Гарантированный доход. Это у меня уже 7 заказов. 1340 рублей. Надо где-то остановиться. Проверить, в сети я или нет. И подождать еще заказов. Сейчас немножко проедем тут. 2,151 на балансе. Здесь какое-то место не очень хорошее. Так, еще одна минималочка. 57 рублей. Отлично. Отлично. Слава тебе, Господи. Так, поехали. Поехали. Так, это не в обратную сторону, что, скорее всего. Приехал по адресу Пушкина, 34 Г, на Покровку. Так, ребят, коротышок за наличку. Принимаем оплату. Оплата прошла успешно. Оцените клиента. Конечно, коротышок это хорошо. Что ты ставишь, как пятерки им за коротыши? Ребята, так на коротышах все держат, оказывается. Скажете, ты только это понял? Да, я только это понял. Без коротышей таксовать просто, работать, вернее, в такси невозможно. Видите, в Яндексе тоже, тоже, тот же смысл. К сожалению, я это понял только сейчас. Ну, всему свое время, как говорится. Мы предполагаем, Бог располагает, как я всегда говорю. 19 поездок до гарантии. Гарантированный доход. 8 заказов 1540. Так, а у меня заказы 870. То есть, мне бы сейчас вообще нежелательно, проверяем, если я на линии, вообще нежелательно брать долины. То есть, смысла никакого не будет. Газ тоже заканчивается. Ой, сколько тут, ребята, это... Сколько здесь народу надо валить отсюда? Народа около неба очень много. Все ждут, наверное, таких же коротышей. Но это все зависит от удачи, от некой. Давайте вот здесь встанем. Немножко переведем дух. Вот, ТТТ номера, что означает, не знаете? Еще 52-й регион, а не 152-й ТТТ. Так, еще раз, еще раз, еще раз, помедленнее только. На балансе 241 до 1019 поездок. То есть, получается, я выполнил 21 из 40. 870 за заказы, гарантированный доход 1540. Ну, возьмем 840 и 1540. 700 рублей, минус 15% мне должны доплатить. Опять же, как только я сейчас выполняю длинную поездку, эта цифра доплаты намного уменьшается. То есть, невыгодно. Но, как говорится, ездить-то надо. Мне же надо еще 1000 рублей бонус получить. Пришел заказ, пусть не 60, рублей 90, но это тоже, я считаю, неплохо к заказу. Навигатор. Немножко переехал, сейчас узнаю, где клиент. А подскажите, пожалуйста, а как вас найти? Я вот немножечко у 17 дома остановился. Мне во двор заехать вас или подойдете? Я просто на дороге... Я не знаю, где тут 17 дом, возможно, через дорогу. Вы у 16-го во дворах? А, 16 на той стороне вообще. Так, сейчас я к вам повернусь. В подъезд, да? К подъезду подъезд. Все, все, просто... Блин, ребят, короче, это жесть. Навигатор привел криво. Оказывается, 16-й дом через дорогу. Блин, куда-то что включать? Надо резко с первой полосы проехать в четвертую. Так, нет, не добавлять, потому что с них больше, только с ожидания процента возьмут. Это не выгодно. Завершаем поездку. 90 рублей. Принять оплату. Оплата прошла успешно. Оцениваем, конечно же, 5 за такую поездку. И заказ отменен. Опять вот эта фишка непонятная. Так, кстати, не уменьшает ли он не гарантированный? Так, следующий заказ. Потом посмотрю. Это, наверное, какой? 12-13 к заказу. 95 рублей. Что-то там красненьким было. Навигатор. Странно, такой адрес. 0-31 дом. Уже думал, что через забор, а потом магнит увидел. Поехал немножко. В общем, нормально, ждем. Быстренько включил камеру. Еще один коротыш, но не совсем коротыш. Завершаем. Для водителя 98 принять оплату. Так, что я хотел посмотреть. После 1380, я вам говорил, должно еще быть две заявки. Там отмена происходит, не влияет ли она. 1340. Третья заявка. То есть, не влияет, видимо. 10 заказов. 1940 гарантия. Так, а я 1058. То есть, 900 рублей минус 15 процентов. Они вроде как должны, типа, заплатить. Если, опять же, я не наберу дальников. 16 поездок, напомню, за получение бонуса мне. Только что был заказ и один километр до меня, и ноль километров до меня. Но, видимо, кто-то оказался ближе. Здесь интересная кнопка. Мне понравилось. Приоритеты. В общем, не могу сейчас ее найти. Где она? Мотивация может быть. В общем, смысл в том, что среди обклейки и всего прочего есть лицензия. Вот не знаю, лицензия будет влиять на... Не знаю, где здесь на приоритет. То есть, ехать сейчас в Щербинке, ну, что-то неохота. Так, а где у нас? Отменяем заказ. Другое. Вопрос в том, что его сейчас опять назначить могут. Так, у меня должна... Мотивация упала до 88, видите? То есть, 88 это все. Гарантию вы уже не получите. Ее сейчас надо добивать до... Хотя, говорю, сейчас невыгодно брать заказы. Город еще пустой. В принципе, можно было съездить. Мне надо до 1000 бонусов добить. 1000 рублей, чтобы получить. Может, вот еще, видите, был один километр. Кому-то раздали. Давайте поедем ближе к Кузнечихе. Потому что здесь все заказы куда-то улетают. Ищут, ловят. Смотрите, какое скопление. Это же вообще... Смотрите. Раз, два, три, четыре. С детской областной больницы, наверное, ждут все. И далее сколько? Так, стоп. Меня почему-то не видно. Еще раз. Так, есть моя машина. Сзади меня еще стоит. Ждем, ловим заказы. Давайте посмотрим, что по гарантии... По гарантии. Гарантированный доход. 10 заказов, 1940 рублей. Вчера я выполнил... Сейчас скажу сколько. 12, по-моему, 2330. То есть сегодня еще два дня. Вчера я закончил 8. Но у меня вчера 4 часа вылетело. Заказы... Отказов нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин